Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани меча». Прошлый эфир мы начинали с аплодисментов нашей сборной. Уверен, что и сегодня у нас есть повод для этого. Друзья мои, браво! Браво нашей сборной команде России, которая подарила нам незабываемые минуты радости, волнения, эмоций, ожиданий, надежды. Все это было выступление нашей сборной. И все это мы будем обсуждать вместе с вами в ближайшие 45 минут. Я говорю, друзья, огромное спасибо, что пришли сегодня на эфир. И вместе с нашими телезрителями обсудим выступление сборной команды России на чемпионате мира. Егор, скажи, пожалуйста, насколько глубоко ты вникал в тему чемпионата мира? Потому что я-то знаю, но мне еще хотелось бы, чтобы наши телезрители узнали, потому что ты занимался непосредственно подготовкой наших стадионов именно к проведению чемпионата мира. Как это было? Насколько действительно города вложили душу в то, чтобы болельщики чувствовали себя великолепно на наших стадионах? Ну, честно говоря, я был очень глубоко в обложенный процесс. И, признаться, участвовали абсолютно все. Не только именно и сотрудники, и оргкомитета, и в том числе и волонтеров очень много было. Там более 50 тысяч, да? Это огромный вклад, колоссальный труд. И я считаю, что вложились не только и зрители вложились, и люди все, то есть, в принципе, и городские структуры. Масштаб колоссальный, да? И в том числе даже президент FIFA отметил, что пока что на текущий момент это самый лучший чемпионат мира, и превзойти его будет очень-очень сложно. Я знаю, что ты посетил огромное количество городов, да, Казани, Самары и так далее, и так далее. Вот так вот не считал на пальцах, что называется, сколько удалось городов посетить, посетить чемпионата мира? Ну, я посетил все, кроме... Все? Да, все, кроме Ростова и Саранска. Угу. Вот такая огромная-огромная география твоих посещений. А удалось самому все-таки присутствовать на самом чемпионате? Да, честно говоря, был на трех матчах, в Лыжниках два матча провел, и поработал также и на тестовых матчах работал, но это, в принципе, не все, да? Все равно, как часть чемпионата, я считаю, что это просто замечательно. Да. Да. Огромное спасибо. Никит, приступай к общению. Скажи, пожалуйста, мы все говорили, мы все ругали нашу сборную по тем отборочным играм, которые они проводили. Отборочным, а товарищеским? Ну, товарищеским, да. Ну, для нас не было отборочные, но они, да, в общем-то, можно и так сказать. Мы все говорили, что куда эта сборная едет, на какой чемпионат мира. Мы были самыми низшими в рейтинге FIFA по итогу всех команд, которые пробились на чемпионаты мира. И какие сейчас у тебя чувства после того, как мы знаем результат? Ну, никто не ставил на то, что мы выйдем, в принципе, из группы. Мы даже говорили, что в Саусской Аравии мы можем проиграть с такой подготовкой. И когда мы вышли в товарищеский матч в Турции, и буквально молодежным составом Турции мы сыграли в ничью. Чуть ли не проиграли. И когда первые матчи случились, я не поверил своим глазам. Я думал, что, не знаю, в сборную Испании переодели, подкупили, искали им, давайте, ребят, играйте. Вот почему они сыграли, я думал, так плохо с Португалией 3-3. Но оказалось, что ребята научились играть в футбол за эти две недели, которые они готовили к чемпионату мира. Да, были неудачные матчи с Уругваем, но там, так скажем, полу... второй состав вышел, можно так сказать. А матч с Испанией, ну, на моральном волевых, наверное, мы закончили. Матч с Хорватией был для меня неожиданностью в плане того, что на 115-й минуте я такой, ну, все, наши ничего не смогут. И в этот момент буквально под эти слова Марио Фернандес забивает второй. И я просто был в шоке в этот момент. Я думаю, вся страна была в шоке на 115-й минуте, когда Марио Фернандес забил гол головой. Кстати говоря, болельщикам ЦСКА хочу обратиться. Жень, ведь Марио Фернандес редко ходит на угловые, когда играет ЦСКА. Он больше, он или даже вообще, можно сказать, не ходит. Он на угловые не ходит. Он всегда играет в оттяжке, на постраховке. На постраховке играет, да, по страховке всегда в центре круга. Совершенно верно. Не ходит на угловые. Что случилось? Все, ситуация его требовала. Вместо Килфеева, как обычно вратарих ходят, пошел Марио Фернандес. Потому что уже нечего было терять, проигрывать 2-1 или проигрывать 3-1, уже не было разницы никакой. Поэтому пошел Фернандес туда, на то, что он забил головой, это просто удивительно. Я с тобой полностью согласен. Илья, понятно, что мы сейчас еще будем обсуждать матч России-Хорватии, пока мы такой общий эмоциональный итог подводим. Оправдала Россия ожидания самой России? Я думаю, что да, конечно. Более того, мы увидели такой чемпионат, который не видели, может быть, до этого, когда произошло единение болельщиков с командой. Когда команда, и действительно, по крайней мере, я это чувствовал, что команда начала играть для своих болельщиков. А не быть отдельно, как, по крайней мере, ощущалось в прошлом чемпионате, на мой скромный взгляд. Поэтому в этом плане, конечно. Ну и по результату, конечно, большое удивление испытывал. И такое легкое даже, не знаю, досаду. Ну, аппетит приходит во время. Это да, это я соглашусь. Ну что ж, друзья мои, давайте сами вспомним и нашим телезрителям напомним о том, как завершились матчи одной четвертой финала. И немножко поговорим и об этих матчах. Итак, Франция-Уругвай 2-0, Бельгия-Бразилия 2-1, Англия-Швеция 2-0. И Россия-Хорватия 2-2 в основное и добавленное время. И 3-4, к сожалению, 3-4 по пенальти. То есть, в табеле о рангах мы идем на пятом месте, да? Ну, по логике вещей. Ну, если так брать, то да. То есть, 68-го места, да, грубо говоря, перед началом чемпионата мы занимали, да? Теперь мы, в принципе, должны занимать, ну, не ниже пятом. Восьмое. Ну, восьмое, блядь, восьмое это край уже, да. Это точно. Смотрите, какая интересная деталь. Я, честно говоря, не вспомню ни одного чемпионата мира. Ну, Европа, конечно, могу. А чемпионаты мира точно не вспомню, где в четвертьфинале из восьми команд шесть играл европейцев, а в полуфиналах играют только европейские команды. О чем это говорит, Никит? Это говорит, наверное, о уровне более слаженной и более сбалансированных команд в Европе. Это более полноценные команды. Как в латиноамериканских командах в основном идет перевяз в атаку. Нет, только в Ургай, наверное, были хорошие защитники в плане того, что Хименос и Гадин хорошо играли между собой. Но в основном всегда были только атакующие сборные в Латиноамерике, а в Африке, скорее, у них только индивидуальные игроки могут играть хорошо. Егор, на твой взгляд, есть в этом какое-то объяснение, почему? Хотя всегда считалось, что чемпионат Европы сложнее выиграть, чем чемпионат мира. Я бы сказал, что нет такого, что там, такого в современных футбол. Просто это реально чемпионат мира, это непредсказуемый. Плюс это Россия. В России много непредсказуемых событий происходит. И тот же самый, даже вот опять вернусь к FIFA, они отметили, что такого у чемпионата мира, в принципе, никогда не было. В том плане, что он и очень результативный раз, и непредсказуемый два. То есть, кто мог ожидать, что вылетят такие команды, даже вот посмотреть по результатам. И те же самые, вот единственный матч был, который не результативный оказался, это был Франция и Даня по номерам. Да, на предварительном. Во всех остальных матчах забивались голы всегда. Поэтому я думаю, что это просто уникальное такое событие. И просто таков, таковы реалии. И это просто говорит еще раз о подготовке и команд, и всего мероприятия в целом. Да, ну а на предварительном даже еще и все команды не меньше двух мячей забили. Да, именно так. Все команды. Я с ребятами тоже соглашусь по поводу того, что команды разные имеют подготовки. Но все-таки не забывайте, ребята, что команды из Африки, которые к нам приехали, действительно не той должной подготовки, тем те же латиноамериканские команды. Но здесь, я думаю, сыграло то, что перелет составляет 13 часов и разница во время составляет 8 часов. А акклиматизация, это примерно проходит через две недели после того, как ты приезжаешь сюда. Это тоже немаловажная роль. Но они все приехали дней за 10 до начала чемпионата. Ну и результаты. Ну и что они показали? Ну и что-то ничего не показали. А я думаю, что акклиматизация не прошла, что сложно играть здесь. Не думаю. Не думаю. Я тоже не соглашусь. Я думаю, Олег, что еще так сложилось, что в этом году появилось на карте Европы и на карте мира окончательно две новые команды. И вообще у нас может быть новый чемпион мира. То есть просто так получилось, что у нас две сборные европейские, так уж получилось, сейчас может быть самый сильный в мире по собранности. И, к сожалению, на мой взгляд, они встретятся в полуфинале. Но это моя точка зрения. Давайте поговорим о матче Франции-Уругвай. Я честно скажу, я полюбил сборную Франции еще до начала этого чемпионата. И тренер, который проводил политику в сборной команде Франции, как оказалось, эта политика достаточно правильная, целенаправленная. Иначе бы они не вышли бы в полуфинал, когда Диде Дешам убрал из состава многих футболистов, которые, наверное, могли бы составить основной костяк многих других сборных. Почему он все-таки решился на это? И, как говорится, победителей пока не судит Франция в полуфинале. Я думаю, что здесь множество факторов, в том числе и подготовка, дисциплина. Потому что Диде Дешам, он довольно-таки такой жесткий тренер. И даже по выбору площадки, где они подготавливались, они выбрали такие довольно-таки суровые условия. И плюс команда молодая, я думаю, что он больше сделал ставку на индивидуальное качество некоторых футболистов. Потому что те, которые... Есть на кого делать эту ставку. Да, да. И как раз именно эта ставка на молодежь. То есть там средний возраст команды сейчас до 25 лет. Кроме Лего Журух, которому 31. Это да. Но он, по-моему, самый возрастной у них игрок. Да, да. То есть средний возраст получается 25 лет. То есть это очень молодая команда. И именно на нее ставку сделали, как когда-то тоже было в 98-м году. Никита, ты говорил про сборную Уругвай, что удалось немножко, да, за счет еще защиты провести достаточно ровно турнир. Но Франция оказалась не по зубам. Если честно, я смотрел этот матч, и я не видел, за счет чего Уругвай смог бы победить Францию. Ну, Кавани не ушел на поле. Это самый главный фактор. Согласен. Потому что это, наверное, Суарес и Кавани, это два форварда, которые могут... Ну, не жадничают друг друга. Они готовы пожертвовать моментом, чтобы другой, как бы, лучше сыграл в этом эпизоде. Кавани не вышел, он получил микротравму в матч с Португалией. Но, давайте скажем честно, Португалию Уругвай обыграл, потому что Португалия была команда одного игрока. Просто надо было уезжать Криштиану Роналду, а навал у Португалии не получился от слова совсем. Потому что, когда у них получался навал, это Пепе забил, и все. А Уругвай сыграл с Францией, потому что Франция более сбалансирована, как я говорил. И Сентерполе французов, это можно просто поставить стену и поставить сборную Франции. Ничего не изменится. Франция. Жень, ты всегда любил эту команду. Поэтому, вот скажи, пожалуйста, мы говорили о том, что Черчесов не брал молодежь в свою сборную, не проверял их, не смотрел. Может быть, где-то что-то проверял, но тем не менее, не попали. Ни Чалов не попал, ни Ташаев не попали. А Дешам пошел на это. Почему Черчесов взял, условно говоря, Смолова, а не взял Чалова? Вот я тоже не понимаю, почему. Честное слово. 48 часов этот вопрос все задают себе. Даже раньше намного. Потому что Смолов лучше бомбардир, чемпионат России. Ну, с русским паспортом, потому что там Промис первое место. Но, наверное, Смолов более функционально был готов, по мнению Черчесова, к сборной. Он может, наверное, больше обороняться, чем Чалов. И у Чалова меньше опыта. Чалову всего-то 20 лет. Ну, французы дают игрокам в 20 лет. А здесь не дают играть в 20 лет. В 19 лет выиграл чемпионат Франции с двумя разными командами. С Монако и с ПСЖ. И также он выиграл Кубок Франции. Он выиграл во Франции все трофеи, которые там есть. Ну, даже я, выступая за ПСЖ, стал бы чемпионом Франции. Ну, давайте будем счастливы. Если бы все выступали за ПСЖ, мы бы стали чемпионами Франции. Совершенно верно. Олег, ты знаешь, какая самая дорогая сборная ты на чемпионате мира? Франция. Почему? То есть, сборная Франции не просто Деде Шам взял молодых ребят. Но так получилось, что выросло такое поколение игроков, которые уже в эти 20-21 год показывают лучшую в мире футбол. И не только за счет индивидуальных качеств. А у Франции, на мой взгляд, самая поставленная игра во всех линиях. С множеством планов на игру. Потому что они все матчи сыграли по-разному. Я согласен. Но один тот же Мбаппе стоит больше, ну, таких условий. Чем наша сборная. Чем наша сборная. Это одно. Ну, и, например, сборная Бразилии. Там, с 70-го года вместе с Пеле, Дуду и так далее. А нашим отличается. Потому что Бразилия команда более единоличная, чем Франция. Франция играла в командный футбол. А бразильцы проиграли только из-за этого. Вот на мой скромный взгляд. Я согласен. Нет, раньше они были индивидуалисты. А сейчас они, наверное, наоборот, более, как мне кажется, команды стали. В некотором плане стали опытнее, потому что они проиграли Евро 2016-го года. Большая часть состава оттуда же. Им, наверное, очень обидно будет проиграть второй крупный турнир подряд. Тем более, если они выйдут в финал. А им что же? По 42-ю, чтобы у них были такие обидцы. Нам тоже обидно, что мы второй турнир выиграли. Мы кубик конфедерации не выиграли и чемпионат мира не выиграли. Ну, Франция, наверное, более именитая команда. Согласен. Давайте перейдем к следующему матчу. Наш земляк Юрий Альбертович Розанов написал у себя на страничке о том, что кто бы мог стать чемпионом мира и за кого после вылета сборной команды России можно было бы переживать. Я написал несколько строк, могу с вами поделиться. Я написал Франция, потому что люблю, Бельгия, потому что это классно. И мне хотелось бы обсудить именно Бельгию. Да, действительно, мне нравится сборная Франции. Но то, что сейчас вытворяет в хорошем смысле этого слова, естественно, Бельгия, каков там подобран состав, как выстроена игра, у меня появляются какие-то истинные, искренние чувства к этой сборной. Потому что Бельгия не взяла одного, наверное, из лучших хакбеков в мире. Это Раджуна Ингалана из Рома, ну, уже из Интера. При этом Сантерполе не скажешь, что у Бельгии слабый. Он крепкий, и он, так скажем, у Соколова на физику, потому что там стоят два человека по два метра ростом, которые снимают весь верх. Ну, там и Лукаку, там не то, что два метра рост, там еще и сто килограммов живой мышечной массы. Лукаку – это два на два метра, давайте скажем так. Есть какой-то феномен определенный в выступлении сборной Бельгии? И как давно мы могли бы уже обратить внимание на эту сборную? На нее давно уже обратили внимание, как раз таки по именам. У них ведущие игроки – это все представители английской премьер-лиги, и это одни из ключевых игроков в своих клубах. Тот же самый Лукаку, Керен Дебрюйне, кто там еще, тот же самый Вицель, тоже был на первых ролях. Вот как раз таки я считаю, что Найголан и полузащита – это слабое звено Бельгии. Я думаю, что именно поэтому они не выиграют чемпионат мира. Потому что вот были матчи, на групповом этапе также были видны, те же самые матчи с Японией, были видны места слабые именно и на контратаках. Вот Найголан – это как раз тот человек, который в клубе у себя вот эти моменты проблем не закрывает всегда. И плюс он человек с характером, и я думаю, что вот именно это сыграет ключевую роль в том, что Бельгия не выиграет. Ой, мое сердце разрывается между Францией и Бельгией. И ты выбираешь Бельгию. Посмотрим. Олег, ты выбираешь в этом плане старшего брата. Потому что и географически, и по стилю игры, и по уровню роста от чемпионата к чемпионату Бельгия, в общем-то, путь Франции повторяет до них. Конечно, конечно. Бельгия даже чуть раньше началась, с 2014 года. Тогда уже в основной костяк ты свой выбирался. Ну да, она тогда, по-моему, в 1-4, по-моему, она играла, да? Мне кажется, Бельгия сейчас представляет собой более опытный состав. Ну да, там чуть ребята более опытные. Солидный, то есть у них в каждой линии ключевой игрок есть. Тот же самый Азар, тот же самый и полузащитник Вертонгин, и вратарь Куртуа. То есть если они без травм играют, то вообще, я думаю, что шансы, конечно... Согласен. Даже с Японией было видно, что можно было в Бельгии еще есть куда было прибавлять. То есть понимаешь, они могли бы даже, если бы они пропустили, допустим, третий мяч, я не думаю, что Япония бы отскочила и сыграли бы в ничью. Ну, Япония могла сыграть в ничью. Там удар Хонды того же просто был. Могла, но не сыграла. Можно вопрос к нашей студии, если вы позволите? Почему большинство экспертов в матче Бразилия-Бельгия ставило на Бразилию? Как вы это объясните? Ну, потому что коэффициент был большой. Я стоял на Бельгии изначально, потому что Бразилия напоминает мне две сборных. Это сборная Португалии и сборная Аргентины. Команда одного игрока. Потому что в конце матча было видно, как Неймар просто подходит к крайним защитникам, забирает у них мяч и пытается его протащить один. Когда просто в две линии стоят сборные Бельгии, на постраховке, если он обыграет двоих, то третий постраховывает и отбирает мяч спокойно. Да, согласен. Атака на этом захлебывается. Ну что ж, идем дальше. Следующий участник полуфинала. Матч Англии-Швеция 2-0. Я не скажу, что я переживал за Швецию. Наверное, больше степени... Златан Абрагимович проспорил Бэкхому. Это да. Я, наверное, больше смотрел... Ни за одну из команд не переживал, а в большей степени смотрел просто как матч, как футбол. И, в общем, то, что англичане победили, на мой взгляд, абсолютно закономерно. Или будут какие-то другие мысли по этому поводу? Швеция решила играть от соперника. И это ее самая главная ошибка. Всегда Швеция играла длинными забросами. Длинными забросами. И в этот раз Швеция решила выходить через пас. И длинные пасы в края они не делали. Хотя могли, потому что крайние защитники сборной Англии всегда подключаются в атаку и оставляют там зоны. И сборная Англии это спокойно оставляет без присмотра. Сборная Швеции не воспользовалась этим несколько раз и за это ее наказали. Когда быстрые полузащитники, крайние защитники спокойно входили просто с численным преимуществом и разрывали от защиты. Я просто пока не забыл вопрос. Егор, ты любишь английскую премьер-лигу. Мы вместе не раз смотрели матчи английской премьер-лиги. Мы говорим, что в Бельгии достаточно много игроков, которые играют в ОПЛ. Ну и можно сказать, что все игроки сборной Англии играют в английской премьер-лиге. Это как-то взаимосвязано с успехом Англии? Ну я думаю, что успех Англии связан опять же с талантливым поколением игроков. Также у них, как и у Франции, очень молодая сборная. Также их средний возраст 26 лет. Единственное, что мне, например, вообще не нравится игра англичан. Потому что с такими игроками, с талантливыми, с активными, они играют в очень закрытый и довольно-таки такой командный футбол. Хотя шведы обыграли по делу, да. Но шведы тоже стоит отметить, что они молодцы, боролись. И до этого у них были очень сложные матчи. У англичан, я думаю, что жребий был попроще. Ну Колумбию не проще, я думаю, чем-то. Ну я и думаю, что Колумбия... Ну хотя Колумбия была без Хаммеса, если так. Ну не сказал бы. Там, я считаю, даже им повезло матч с Колумбией. Потому что тоже я смотрел матч по очереди. Очень много там было спорных моментов. И судьей не будем сейчас... Согласен полностью, потому что я тоже удивился таким судейством в этом матче. Да, ты хотел что-то добавить по Англии. Знаешь, Олег, во-первых, я был на этой игре вживую в Самаре. Мы разогревались. Такой был разогрев, можно сказать, перед вечерним матчем. И мы нашей большой компанией однозначно высказали мнение, что сборная Англии легко выиграет. Я объясню, почему. Вот если мы говорили про то, что Бельгия младший брат Франции, то Швеция однозначно младший брат Англии по стилю игры. Но только классы у команды значительно ниже. И Англия достаточно легко. И это, пожалуй, был самый скучный четвертьфинал. И сам предсказал. Ну, я соглашусь. Я соглашусь. Я не увидел, за счет чего шведы могли бы или хотели бы. Кстати, они пытались именно немножко по-другому играть. Потому что, если бы они сыграли в британский футбол, на британский футбол, англичане бы выиграли, может быть, еще проще. Но зато это была бы супер игра. Хотелось. Супер игра от ножа. Ну что ж, друзья мои. В начале передачи вы слышали аплодисменты в честь выступления нашей сборной. Ну, а сейчас барабанные дропи мы смотрим для тех, кто, мало ли, вдруг первый раз в жизни включил телевизор и увидел именно эту таблицу. Россия и Хорватия 2-2 в основное добавленное время. И по пенальти, к сожалению, 3-4 мы упустили. Если позволите, друзья, я немножко о своих впечатлениях. Какая-то опустошенность пришла ко мне после финального свиска, когда хорваты пробили последний пенальти, забили. Я не знал, что мне делать. То ли радоваться от того, что мы достигли такого большого уровня. То ли огорчаться, потому что мы могли еще выше прыгнуть. Вот уже сегодня понедельник, а я, к сожалению, до сих пор не определился со своими чувствами. Поэтому прошу коллег поделиться своими. Егор, сборная России, Хорватия. Счастье было так возможно, но не случилось. Честно говоря, это единственный матч сборной России, который мне прям очень понравился. Ну, помимо с египтянами, конечно, но этот матч был мне очень понравился, потому что они решили сыграть именно в игру. То есть наши футболисты показали игру и самоотдачу, и то же самое, когда сравняли счет. Но вот у меня лично были эмоции, несравнимые ни с одним другим матчем. И когда, конечно же, мы проиграли, ну, в первую очередь, да, какое-то пришло странное такое чувство, потому что могли и можно было выигрывать в такой сборной Хорватии, но стоит отдать должное сопернику. Я думаю, что с уважением принять это поражение и порадоваться и жить дальше. Никит, к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, да, мы говорили о том, что, наверное, с Хорватии сборная нашей России показала один из самых интересных, лучших матчей. Да, все-таки смогли спастись, да, довели серию до пенальти. Ты когда-нибудь бил пенальти в своей жизни? Ну, только если во дворе, но даже во дворе мне страшно, знаете, на его бить. Так что я... И вот, смотрите, к мячу по твоим вот личным ощущениям. Это всегда страшно, даже не то, что вратарь отобьет, а что ты промахнешься. И нередко получается, что я специально отдаю своим партнерам по команде во дворе бить пенальти, чтобы не брать на себя ответственность. И я не виню Смолова, проигрывает команда. И не виню Марио Фернандо. Марио Фернандо в принципе не тебя винит за такой чемпионат мира. Но то, что мы сделали, мы сделали все правильно. И спасибо всем. Даже Саниславу Славову Черчевску, который я очень сильно ругал перед чемпионатом мира. Ты был в той когорте людей, которые... Я кричал, давайте я буду тренировать сборную, все будет так же. Может, даже лучше. То есть тренировать сборную гораздо проще, чем бить пенальти во дворе. По мне так да. Жень, скажи, пожалуйста, мы сейчас, конечно, не будем делить нашу сборную на представителей различных клубов. А хотелось бы поделить. Это можно сделать. Потому что я не болельщик, я болельщик футбольного клуба ЦСКА. Поэтому я могу поделить. Давайте не будем. Они играли как-то один и целый. Давайте действительно не будем. Хорошо, давайте если не будем делить, то у тебя нет претензий к Смолова. А у меня большие претензии к Смолову. И тот человек, который выходит первый бить, он обязан, обязан забивать. Бить точно, не на исполнении. Как угодно. Если ты берешь мяч, ты должен быть уверен, что ты забьешь. То, что вышел Смолов, играл не весь матч. К Фернандосу, да, можно сказать, промахнулся и так далее. Но человек отпахал 120 минут. Все это было на поле. Вышел, да. Он не бьет пенальти. Он никогда не бил пенальти. Ни разу заискал он не бил пенальти. Он не пенальтист. Просто взял, наверное, там все так же. Кто был готов. Не, ну вспомните, Зобнин сказал, ребята, не могу. Кутепов потом показал тираны, с которыми он играл. Да, синий, ноги перемотаны. Совершенно верно. Первый пенальти должен был бить Зобнин. Первый пенальти должен бить был Игнашевич. Который бьет точно, четко. И вот это все, понимаешь, первое. Нет, я говорю о позиции Санислава Славовича Черчесова. Было же интервью, в котором он сказал, что первым должен быть бить Зобнин. Но Зобнин не понимал вообще, что происходит. Он подошел к Зобнину, а он не понимал, кто я, зачем он здесь и что вообще происходит. Я не очень люблю, как футболиста Зобнина. Ну я честно скажу, не понимаю. Ну парень Турдяга, парень один вуза. Но то, что он на чемпионате отыграл просто потрясающе, тут, конечно, надо дать должное. Не все матчи отыграл потрясающе. Ну может быть не все, но тем не менее. Он играл на уровне все матчи. Да, я соглашусь. Ну мне страшно, как фанату одного московского клуба, что Кутепов слишком много научился у Игнашевича. Мне страшно за будущий сезон. Знаешь, Олег, по поводу пенальти. Опыт передавай, да. Мне такая мысль пришла, что у меня ребята, мои друзья, футболисты, кто занимался в спортшколе ЦСКА, почти все почему-то, они мне рассказывали, что пенальтист, когда подходит к точке, он заранее, еще до игры, знает, как он будет бить пенальти. И этот план старается, только в крайнем случае меняет этот план. И Смолов, его лицо, вот оно отражало чувство сомнения, то, что он этот удар уже выбрал заранее. А он и в прошлой игре туда же бил. Только здесь он пропижемничал. Тогда он со смочил. Он так ударил. Почти взял этот мяч. Да, он ударил сильнее. А здесь он ударил на пижон. У меня не получился удар просто. Он хотел исполнить этот удар. Один мой друг, он ударил больше по земле, чем по мячу. Он зеленого цвета подошел к мячу. Даже Дзюба, когда собрались кружком, он сказал, ребята, бейте по середине, бейте по центру. Даже уже наставления были. И все это, конечно, смазало. Ты говоришь, действительно, опустошение. Я говорю, что когда забил Фернандес, это было просто там эфири. Где мы смотрели, да, вместе там все болельщики вскакивали, кричали. Все прям это было. Обнимали. И все это продолжалось, продолжалось, продолжалось до тех пор, пока началась серия пенальти. И потом, когда он пришел, действительно, какое-то напряжение торчало, потом раз, все, ноль. Ты не знаешь, что делать. Радоваться, огорчаться. Вроде бы сыграли очень достойно, очень хорошо сыграли. Но могли. Да, и эта штанга, которую мяч отскочил, и можно было, и Игорь достал, все. Но что-то не хватило. Значит, корваты были сильнее. Ну, чуть-чуть. Знаешь, Олег, а может быть, Россия всегда возвращает долги, и пришло время... Хорватам отдать долг за евро 2008? Да, когда англичане, а не победили. Россия всегда платит больше, чем берегу. Сейчас главное, что англичане не вернули хорватам. Я болею за Хорватию в финале. А, смотрите, какая цепочечка получилась, да? Мы отдали долг хорватам за то, что они обыграли англичан, а сейчас англичане должны побеждать. Кстати, вообще это чемпионат противостояния, да, Россия, Англия, или Хорватия, Англия. В финале Франции, Англия, возможно, это все противостояние вековое, практически. Два королевства частенько между собой. Нет, будет весело, если будет Бельгия, Хорватия, команды, которые никогда не брали Кубок Чемпионатов Мира. Но это тоже будет хорошо. Это будет очень круто. Давайте перейдем к игре еще России и Хорватии. Поговорим о самой игре, а не только о его, так сказать, финальном аккорде. Очень много сейчас пишется о том, что зачем Черчесов сделал замены Головина, Дзюбы, Черышева. На ваш взгляд, почему это произошло? Не понимаю, потому что даже Артем говорил, что он еще мог играть. Головин явно было видно, что он мог играть. Черышев тоже мог играть. Почему отменяли? Ну, опять же, смотрите, если сравнивать игру Испании и Хорватии, да, у нас выходили, да опять же, к пенальтям возвращаемся. Кто бил? Дзюба бил? Бил. Головин бил? Бил. Черышев бил? Бил. Игнашевич бил? Нет, мы берем те, кто были в Испании. Здесь их заменили, здесь они не могли заменить. Но Дзюба не бил в финале. Нет, я имею в виду, что он бил пенальти в игре. В игре, да, да. То есть он заменил те, которые могли бы исполнить пенальти. Которые были, может быть, даже назначены пенальтистами. Ну, Черышев в матче с Испанией не вышел с первых минут. У Черышева, по мне, с физическими кондициями не все в порядке, он не готов на 90 минут. Но Черышев тоже забил немножко мячистый Испанцем с пенальти. Там Иголовин забил. Иголовин. Такой-то сомнительный тоже забил. Подождите, забили? Забили. Вот не забили. Ну, сейчас не дотянись, вратарь, вот кончиками пальцев. Он уже лежал у штанги и все. И мы бы сейчас хвалили бы, и Смолова хвалили бы. Ты знаешь, Олег, на что похожи вот эти комментарии игроков по поводу того, что они могли продолжить играть? Похоже на тех боксеров, когда выкидывает их тренер и полотенца. Они потом нападают тренеру. Нет, это все-таки бокс. Они судим доказывают. Я могу еще стоять. Черчесов, ну, такой достаточно прагматичный товарищ. Ну, явно он что-то знал больше. А скажите мне, я ведь не уверен, что игра сборной ослабла в связи с этими заменами. А Дзагов не навесил на Фернандеса. Это все понятно. Ну, и Газинский, да? И Ерохин. Они не испортили, а бедни. Ну, может быть, опять-таки, кроме Смолова. Прости, господи. Ну, у Смолова было пару моментов. Ну, не, скажем так, стопроцентных. Но моменты подходов к воротам были. А вот завершающего удара не было. К сожалению. К сожалению. Ну, что, мы можем признать о том, что сборная команда России очень успешна. Очень успешна. Что бы ни говорили. Выступил на чемпионате мира, а у себя на домашнем чемпионате. К сожалению, меня порой огорчают, когда на некоторых каналах люди, которыми, кажется, пенальти от углового отличить в своей жизни не смогут, ставят какие-то оценки, комментируют те или иные перипетии матча. Но это, как говорится, уже около футбола шоу-бизнеса тоже никто не отменял. Ну, что, друзья мои, поздравляю нашу сборную. Я уверен, что в Катаре у нас все будет по-другому. А уж Европа-то еще ближе. Ну, 4 года пройдет. Ты не забывай, не будет таких защитников, как Мяшевич. Ну, GK, вроде тогда 30, получается, если я не ошибаюсь. Да, подрастутся, 4 года подрастутся. Вайсину будет 32. Друзья мои, давайте не будем на персонале, потому что у нас сборная команды России будут самые лучшие, самые передовые футболисты. Молодцы, огромное еще раз спасибо. Ну, и давайте перейдем и вспомним сами к тем полуфинальным матчам, которые состоятся уже во вторник и в среду. Итак, Франция, Бельгия, Англия, Хорватия. Многие говорят о том, что Франция и Бельгия – это такой скрытый финал, по крайней мере, по итогам всех прошедших пяти матчей. Согласны или нет с такой мысль, Егор? Я не согласен, потому что, опять же, у бельгийцев есть свои проблемы, у французов тоже есть определенные проблемы. Тоже посмотреть на матчи групповой этапа, французы, они как бы раскачивались по ходу турнира. Вот это вот большой плюс, но с другой стороны, это тоже самые проблемы внутренние. Потому что могут и перегореть, да, те же самые есть футболисты очень молодые, опять же, нервы, все что угодно может произойти. У Бельгии в этом плане, наоборот, психологическое преимущество, там все игроки состоявшиеся, играли на очень высоком уровне, и в Европе выигравшие очень много, и в своих клубах ключевые игроки. Поэтому, я думаю, что будет, да, интересная игра, но, опять же, посмотреть на англичан, например, в финале, да, если они выйдут, то тоже, я думаю, фаворита как такового не будет, потому что мы сами видели и убедились немало раз по ходу турнира, что произойти может абсолютно все что угодно. Я думаю, что нам нужно просто смотреть красивый футбол и наслаждаться этим. Я согласен абсолютно. Жень, по поводу Англии, раз уж мы давай продолжим разговор. Назови мне хотя бы, я не знаю, две причины, почему Хорватия должна пройти Англию. Или наоборот, почему Англия победит Хорватию. А почему ты думаешь, что Хорватия не выиграет у Англии? Не выиграет. А я думаю, что... Хорватия организован. Нет, друзья мои, Хорватия за пять дней провела два матча по 120 минут. И что? В конце концов, просто силой. В Хорватии профессионалы все-таки играют. А в Англии не профессионалы играют. В Англии более молодые игроки. Нет, за три дня восстановиться очень сложно после двух матчей. Учитывая, что раньше недельный был цикл, когда только начинали. А сейчас они играют через три дня. Одна восьмая, одна четвертая. И уже через три дня полуфинал. Англичане могут перегореть. Хорватия в этом плане более опытная. А Англия перегореть? А Англичане молодые. По большей части это молодежь. Ну, по сравнению со мной они старше меня, конечно. Но там есть ребята моего возраста. Ну, чуть старше, ладно. Да? Но перегореть они могут вполне. Не, просто один какой-нибудь курьезный гол, и Англия может спокойно отправиться. Ну, не согласен, но у Англии очень много исполнителей. У Англии как минимум две причины. Это Харри Кейн, это первая причина. А вторая причина, это организация всей игры. Англичане на турнире показывают такую игру, очень организованную в обороне. Они, хотя могут играть в атаку, в открытую, как угодно. Но они очень организованы в плане обороны. Они предпочитают... Не только от тренера. Да, это именно тренер Саутгейт, то есть он им такую игру ставит. Хотя с такими футболистами можно было бы ставить очень интересную, да, там, грубо говоря, а-ля Испания, но при этом более атакующую игру. Но вот именно я думаю, что вот эти две причины, как минимум. А у хорватов две причины, да, то, что они не могут пройти. И это физическое состояние, раз. И второе, то, что уже морально, я думаю, что игроки будут очень истощены. Это психология вторая причина. Вот и все. Я полностью согласен. И, Женя, ты так и не назвал ни одной причины, почему Хорватия должна пройти Англию. Англию, значит, я... Я считаю, что дальше пройдет Хорватия. И будет финал Хорватии и Бельгии. Я согласен. Ну, что ж... А ты ставишь на Англию и Францию, да, это хорошая вывеска. Это афиша, зрители, касса. Да, я понимаю, но если ты помнишь, если ты помнишь, за один час до начала матча Россия-Хорватия, я в нашей группе написал, что... Понимаешь, если бы мы... Стоп, спокойно. А что мы тебе написали? Хорошо, давай. Что Россия забьет первый, потом пропустит. Так точно. Добавленное время, хорваты забьют, и мы не отыграемся. Рад буду, что, если я ошибусь. Но Фернандо забил на 115 минут. Да, но я бы спас тебя, потому что мы написали, что если твой повтор оправдается, предыдущая передача была последней у тебя. Благо Фернандо, скажи спасибо, что сегодня ты можешь лететь и разбирать дальше. Да нет, просто я человек, который разбирается в футболе, и ничего более. Да ладно, ты можешь сказать, что Смолов промажет такой выдающийся игрок. Конечно. Все, кто был рядом со мной во время пробития пенальти, когда я увидел, что Смолов, я сказал, пожалуйста, только не Смолов. Все, это капут. Это не только у тебя были. Даже не надо тут быть пророком. Фернандо шел. Я сразу сказал, все, это капут. У Смолова было видно по глазам, что он не понимает, как ему бить. Вот, да, там тоже, как коллега сказал, это называется манера исполнения. То есть не то, что прям до матча он знает, что он будет бить. Это манера исполнения. Вот у Смолова он как такой, как бы, можно сказать, звезда российского футбола. Он немножечко так любит попижонить. И вот у меня лично, вот опять же, претензии к Смолу поддерживают, да, позицию. Потому что, именно потому, как он пробил. Если бы он пробил сильно в угол, вратарь вытащил. Вот не было бы претензий. Не было бы претензий, вот правда. А когда пробить, вот спижонить пытаться, когда ты бьешь в таком важном матче, ну, ударь ты, правда, сильно, даже по центру, как угодно. Субашич, да, не будем забывать, три пенальти взял из пяти в последнем матче до нашей игры. Зачем? И, опять же, да, это была просто сумасшедшая серия пенальти. И он очень сильный вратарь в этом плане. Он и высокий, и такой достаточно массивный. Ему забить сложно. Но вот то, как ударил Смолов, вот именно поэтому могут быть ему вопросы. Но я бы сказал, вот позицию, да, извините, немножечко по России опять пройдусь, что не нужно, опять же, зацикливаться на этом. Потому что он, в принципе, вот недавно была буквально вчера встреча с фанатами. Он нашел себе смелость. Он вышел, сказал, что, да, ребят, я бы на вашем месте так же к себе бы относился. Много глупостей наговорил, конечно. Только он не извинился. Да, вот он не извинился, да. Вот это, да. Вот это, да. Но в целом, как бы, в принципе, он правильно сказал, что у меня была бы такая же позиция, как у вас, и я ее принимаю там. Ну, только не извинился, да. Но в целом это довольно-таки храбро, и команда его поддержала. Я думаю, что, ну, можно не быть личным фанатом, да, там, Смолова, но, в принципе, всю команду выступления. К тому же, Акинфеев, я думаю, что его спас после первого удара. Поэтому вот здесь, как бы, претензии такие, они 50 на 50, это уже, можно сказать, эмоции. Не, ну, все-таки в резине, да, если бы Акштад где-то скачал. Да, вот это было, да. Я думаю, что Акинфеев спас Фернандеса. Ну, как одноклубника, да. Согласен, согласен. Ну, мне почему-то кажется, что Англия достаточно, я не скажу, что легко, но достаточно не, какое же это слово подобрать. Ну, в общем, ладно, пусть будет легко пройдет Хорватию в одной-второй финале. А вот Франция-Бельгия. Слишком похожи сборные. Кто на чьей стороне? Они слишком похожи сборные. Ну, прям, они в первом тайме всегда действуют навалом, а на втором играют на контратак. Вот прям, параллельно так. И тут вопрос, кто кому отдаст инициативу. Ну, опять же, Франция более организованная команда, да, чем Бельгия, потому что Бельгия именно вот по индивидуальным качествам. Но Англия по индивидуальным качествам вообще не уступает. И я так и сказал, то есть Англия более организована. Это показали матчи групповой этапы предыдущего матча. Ну, матч с Бельгии это не особо показал. Там, да, другие исполнители, но, в принципе, даже организация матча была по-другому. Складывался матч. А Франция, когда она не знает, что делать с мячом, она пытается забросить на Жеру, либо Жеру забьет, либо Жеру скинет. Жеру не может не сделать иногда ни того, ни другого. Ну, Дзюба. Не согласен. Тоже мы играем точно так же. Забрасывай на Дзюбу, он либо забьет, либо сбросит на Черышева. Мы это делаем всегда, постоянно. А Франция это делает от того, когда они видят, как пройти к воротам по-другому. Это иногда заканчивается прострелами. Опять же, вариативность. Опять же, это да, вариативность. Нападающие шикарные Франции. Три шага его ножового ворот с Антрополя. У Бельгии два шага. Если он еще прыгнет, то он еще и снесет пару французов вместе с собой. Закопает. В общем, ты за Францию, если подводя это. Ну, я не знаю, я хотел бы сначала вашего слушать. Знаешь, Олег, я за нового чемпиона мира, я за финал Бельгия-Хорватия, но будет финал Франция-Англия. Вот мне почему-то кажется, что именно так и будет. Но я все-таки, скорее всего, Франция-Англия, но если будет Бельгия-Англия, я, в общем-то, тоже не особо расстроюсь. Ну что ж, наша передача подходит к концу. И сегодня, пользуясь, так сказать, служебным положением и прямым эфиром, хочется поздравить самую активную болельщицу и телезрителя нашей программы «Все грани меча». Сегодня у нее юбилей, 80 лет. Поэтому, Евгений, поздравляю Надежду Петровну и желаю ей всего самого наилучшего, и чтобы она и дальше была в бодром духе и смотрела программу «Все грани меча» и переживала за то, как выступает наша любимая команда. Согласны? Спасибо, друзья, всего доброго и болеем за наших. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok